Здравствуйте, я инженер компании UserGate и сегодня я расскажу вам про отказов-сточивый кластер продукции UserGate UTM. Итак, представим, что у нас есть два узла. Узел А и узел В, объединенный в кластер конфигурации. Кластер конфигурации означает, что физически на этих узлах профили правил фильтрации, фейервола, контента и настройки зон абсолютно идентичны. Естественно, для создания кластера конфигурации эти узлы соединяются посредством специальных интерфейсов, переведенных в зону кластера. Для того, чтобы повысить отказоустойчивость работы такой системы, на базе этих узлов можно создать кластер отказоустойчивости. Для этого нужно выполнить несколько шагов. Пусть интерфейсы, идущие в сторону локальной сети, на узлах А и Б, относятся в зоне трассер. Интерфейсы, направленные в сеть интернет, в зоне антрассер. Для создания кластера отказоустойчивости нужно... И первое. Для интерфейса в зоне трассер-трэнтрастер разрешить в пропилизоне прохождение протоколов георгии. Второе. Назначить на интерфейс со стороны локальной сети и со стороны внешней сети виртуальный вип и адреса. Обозначу первый адрес. Вип1, второй. Вип2. Третье. Для трафика проходящего из локальной сети в сеть интернет, создать правила трансляции адреса. При создании кластера отказоустойчивости доступны два режима. Первое. Это режим Active Backup. Это режим Active Backup. Второе. Режим Active Backup. Режим Active Backup это классический способ работы отказоустойчивого фейервола, в котором в каждый момент времени активна лишь одна нода. То есть, трафик пользователя локальной сети проходит только через одну ноду. Эта нода является ведущей, либо мастер. В режиме Active Backup, если с активной нодой происходит какой-то сбой, например, перестает работать DNS фильтрация, HTTP фильтрация. Или, если включен Connectivity Checker, нет ни одного активного битбэя, нода переходит в состояние Fold. Переход нода в состояние Fold инициирует процедуру переезда виртуальных IP-адресов на любую из соседних нод. Кто из соседних нод снова станет ведущей замену Териной, определяется протоколом VRMP. Для этого мы его и разрешали на интерфейсах с стороны сети интернет и локальной сети. Вещание по протоколу VRMP осуществляет только ведущая нода. В данный момент здесь показано, что нода является ведущей, она является владельцем виртуальных IP-адресов. И по веревизированным нодам о себе она сообщает посредством VRMP-протокола. В режиме Active-Active трафик пользователей проходит одновременно через несколько узлов. При этом балансировка трафика осуществляется на уровне протокола Ethernet. Представим, что у нас здесь есть парочка клиентов. Для того, чтобы отправить запрос в сеть интернет, клиенту 1 необходимо получить MAC-адрес локального интерфейса ведущей ноды. То есть MAC-адрес IP-1. Для этого он формует ARP-запрос. ARP-запрос приходит на ведущую ноду. Ведущая нода может ответить на этот запрос клиенту либо собственным MAC-адресом, помечив его как MAC-1, либо MAC-адресом любой из подчиненных нод. То есть MAC-2. Балансировка ARP осуществляется на основе ID-адреса клиента. То есть каждый клиент будет ходить через свою ноду. Режим Active-Active обладает и ограничениями. Ограничения два. Первое. Не более четырех узлов в кластере. Второе. И клиенты, и сами узлы отказовоточного кластера должны находиться в одном из разных доменей. То есть между ними не должно быть никаких маршрутизаторов. Только маршрутизация на уровне ARP работает. И несколько слов про контроль состояния самой ноды. Состояние ноды, как я уже сказал, проверяется несколькими способами. Например, проверка DNS-фильтрации, HTTP-фильтрации, либо наличие активного gateway. Такая проверка выполняется периодически с интервалом 5 секунд. И для того, чтобы однозначно сделать вывод о том, что нода перешла в нерабочее состояние, достаточно трех неуспешных проверок. То есть если нода выходит из рабочего состояния в состояние hold, то перестает работать. Переезд виртуальных IP-адресов на соседнюю ноду произойдет не ранее, чем за 15 секунд. Сегодня все.